Такие случаи были выявлены в ряде сельских поселений. Природоохранными ведомствами были выданы предписания устранить нарушения и прекратить сбросы канализации. Но жители проигнорировали все предупреждения. В итоге была ограничена подача воды в ряд жилых домов на улице Измайловская, переулках Овощной, Конторский, в селе Верхний Юрт, на улице Армянская, в Дагомыте на улице Российская, а также на нескольких улицах Вадлере. Но там, где такие меры не дают результата и сбросы продолжаются на рельеф, приходится применять крайние меры воздействия – бетонировать места выходов канализационных стоков. Совместно мониторинговая комиссия с водоканалом «Сводосток» осуществили выезды, прошлись, промониторили, выявили места сброса хосфекальных стоков. И сейчас те места, где происходит сброс хосфекалки, просто герметизируют, закрывают, либо тампонируют, либо вот здесь, как здесь бетонируют. Жителям этих домов необходимо срочно прекратить сброс неочищенных канализационных стоков на рельеф и принять все меры для того, чтобы больше не нарушать закон. Отмечу, что борьба с нарушителями природоохранного законодательства идет в городе с 2015 года. В каждом районе курорта по поручению главы Сочи созданы рабочие группы, которые в обходах выявляют проблемные объекты. Всего за три года в Сочи было выявлено 17,5 тысяч проблемных адресов. Из них на сегодняшний день нарушения устранили более 16,5 тысяч собственников.